Бен-бенути или добро пожаловать в Москва в колпачный переулок. Название возникло в первой половине 17 века. Здесь располагалась колпачная слобода, мастеров, которые изготавливали головные уборы, колпаки. Москва взялась все реставрирует. Перед нами здание Усадьба Анучино, конец 17 века. А середина реставрации городской усадьбы Банкира и Промышленников Кнопа. 1901 года постройки. Это сын успешного предпринимателя Иоганна Львовича Кнопа, который переехал в Россию из Англии в 1839 году. Жалко, что на реставрации красивое здание. Это ювелирное здание, это ювелирная фабрика Корлякова с контор и магазином. 1902 года. Строительство. Конец работы, 24 века. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, тут точно нужно реставрировать Маленькая усадьба Юргенсона Пойдёшь искать, скажи? 1912 года Маленькая усадьба Юргенсона Доктор медицины Снегирева Тодица 2012 года Маленькая усадьба Юргенンビ bulb Тнот Тнот Это у неё экстрасстанция 1930-го года. Так. А это у нас Петропавловская женская гимнозия. Петропавловская женская гимнозия 1892-го года. Городская усадьба в Венедиктовых. На реставрацию справа от нас. Городская усадьба. Морозовский сад сегодня закрыт, но зато взглянем на особняк Морозов. С 1855 года дом принадлежал меценату Василию Кокореву, коллекционеру картин русских мастеров, предметов народного искусства и быта. В 1862 году в этом доме он открыл картинную галерею. Она присуществовала всего три года. Вот. Приплыли Морозовский. Дом виден только из сада. Затем владельцами становятся Тимофей и Мария Морозова. Это родители Саввы Морозова. Гостями дома были Третьяков, Шаляпин, Чехов, Серов, Васнецова. Зря прогулялись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова